Уважаемые друзья, я в первую очередь хотел бы представить, что у нас сегодня присутствует в нашем совещании генеральный консул Российской Федерации в Украине, Грачев Александр Георгиевич, который приехал к нам для того, чтобы еще раз засвидетельствовать Николаеву, Николаевской области, свое уважение. Он выдвигается на более ответственную работу, хотя у него здесь было очень много работы и с своим округом, как у генерального консула. И мы сейчас на сессии горсовета сказали добрые слова ему, потому что многие вопросы, которые решались и определялись, это вопросы, которые связаны с обвинением усилий безопасности двух государств через генерального консула. Я могу сказать, что очень много Александр Георгиевич внес во взаимношениях общин. Я буду доложить, что вчера приехала наша делегация из Москвы, где нас всегда ждут и где мы провели хорошую, быструю презентацию товаров нашего производителя Николаевского, Николаевской области. Мы всегда там желаемые гости, желаемые гости. Тем более, что у главы администрации северо-западного округа Урагер Ирины Яковлевны сегодня день рождения. Мы проводили утром здесь совещание, по телефону ее поздравили, поблагодарили за то, что они прекрасно, москвичи, приняли нашу делегацию. И могу вам сказать, что все вопросы, которые касаются взаимоотношений, это всегда нас и поддерживает, и радует. На день города приедут и московская делегация, и москвичи, префекта этого округа. Кроме всего, приезжают из департамента земельных ресурсов и международного отдела ответственные люди по поручению Ирины Михайловича Ружкова. Вы знаете, что мы предложили москвичам проект по нашему Дому офицероплоду. Потому что дома офицероплода это изюминка историческая, как Россия, Украина, города Николаева. Собственно, это и ценности исторические, ценности человеческие. Мы надеемся на то, что мы найдем какое-то дальше продолжение, независимо от того, каковы бы не складывались политические взаимоотношения. Мы очень много делаем для того, чтобы эти политические, социальные, экономические взаимоотношения были для нас, для двух сторон, приемлемы и благодарны. Сегодня Николай Петрович пришел к нам, нам ждал партнер-регионов. Первая стала инициатором, кроме тех наших спонсоров, стала инициатором проведения вместе с городом-горожанами, проведения данного праздника. Присутствует лидер фракции партии регионов Дятлов, Игорь Сергеевич, партия регионов в областном совете. Ну и присутствуют сегодня те, кто оказывает нам помощь. Кроме всего, я вижу и организаторов, и спонсоров этому. Очень признательные вам, Александр Ильич, что вы пришли перед днем города. Тем более, что мы обречаем не юбилей, но мы с вами отметили 220-ю, но мы делаем все возможное, чтобы люди ни в коей мере не потеряли вкус наших достижений, чтобы не потеряли вкус любви к своему городу, к нашему городу. Я могу сказать, что все обещания, которые мы делаем, имеется в виду исполком госсовета депутатских корпусов, к этим праздникам мы практически выполняем. Мы сдали школу на 320-е, хочу сказать, что был первый заместитель министра регионального развития, потому что так договорились. Так совпало, что я заканчивал 38-ю школу, и мы ее в отделе. Николай Петрович был в своей школе, Татьяна Васильевна в своей. То есть мы отдаем дальнее уважение тем учителям, тем коллективам, которые нас воспитывали, учили и которые дали возможность занимать сегодня достаточно высокие служебные места. Кроме всего, могу сказать, мы впервые в этом году хотим показать наших спортсменов. Если вы обратите внимание, звездный разбег 2010 – это продолжение нашего проекта, чтобы можно было показать наших спортсменов. Город Николаев имеет достаточно исторические корни по всем видам спорта. И то, что наши спортсмены являются и чемпионами Олимпийских игр, чемпионами мира, Европы – это достижение наших громад, наших общин. Независимо от того, какие еще раз говорю, трудности, экономического плана иногда бывают, но мы всегда поддерживали и будем поддерживать нашу общину. Вы знаете о том, что мы выполнили бюджет города. Мы, правда, надеемся, что после 9 месяцев у нас будет 5%, то есть перевыполнение у нас будет 2,7%, для того, чтобы можно было перераспределить средства, которые заработала община. Но, тем не менее, нам удается сейчас те программы, которые мы наметили, удержать в том русле, которое мы и планируем. Город готовится к зиме. И никому не верьте, что мы не будем готовы к зиме. Наоборот, мы усилили всю работу, организационную, ответственную работу по подготовке зимы. К 15-му числу у нас практически все готово для пуска первого тепла. Есть некоторые сложности по взаиморасчетам. Но вот на последнем совещании, которое было у нашего земляка Триковича Владимира Петровича, который является первым заместителем на автогаз Украины, к нам особой претензии не было. У нас задолженность, которая, я думаю, Николай Петрович... Мы на втором месте, внизу, среди 20 семей должников. Я имею в виду ни на первом, ни на втором, а на 25-м месте. Поэтому наши плательщики, наши жители города, области, мы сегодня еще один прекрасно понимаем, что за условия надо платить. У нас есть проблемы, но вопросов, которые я могу подбирать и Владимир Петровича по подготовке к donít, по ленте, ни на втором, ни на втором. Сегодня депутатский корпус даже принял решение, вы знаете, что мы практически всегда эти решения принимаем, чтобы наши тепловики имели вот такой люфт. Депутаты просто приняли решение дать возможность этим тепловикам взять кредит до 5 миллионов гривен, может быть, на закупку первого объема газа. Это мы всегда делали, если не будем выходить из наших протяжений. Тем более, еще раз подчеркиваю, что никто не обещает нам спокойную жизнь, платить нужно за эти услуги. Вы знаете, что я в моратории пока сдерживаю повышение тарифов, мы пока считаем их, не зная то, что согласительная комиссия прошла, но мы считаем, что есть отдельный резерв на эти полтора-два месяца, чтобы мы их пока приостановили. Пока не разберемся по распоряжению президента системой тех компенсаторов, которые необходимы, в первую очередь, субсидии для наших людей. Вы знаете, что 5 лет назад мы выстроили систему безопасности таких людей. То есть нам не нужны обход каких-то служб. Практически вся база забита в компьютерах. Нужно 3 документа заявления, документ о совокупном доходе и код, и мы практически все в режиме нашего компьютерного обеспечения. Вы знаете о том, что как бы ни было сложно, трудно, зима была тяжелая, тяжелейшая зима. Вы видели, как порвало дороги в Украине. И я хочу от имени Николаевца выразить признательность Николаю Петровичу. Я, поверьте, не верил, что дорогу можно было сделать между Херсоном и Николаевым и Одессой. Александр Розенецкий я критиковал. Ты дорогу когда сделаешь? Я говорю, дорога будет сделана. Так сказал губернатор. Я даже шутил, Игорь Николаевич, хотел вручить вам гработу подъяснению жителей, чтобы можно было ездить. А сегодня дорога, наверное, она еще не того масштаба, который планируется, но тем не менее. Вот я ездил на встречу с предпринимателями, то есть это можно докопливать в течение 40 минут. Отлично. Следующее. Мы взяли 25 миллионов, вы знаете, кредита на наши дороги. Никто не верил в то, что дорога будет между Ленинским и Корабельным районами. Можно посмотреть. Мы вырезали дорогу и поселили новый асфальт по Спасской, по проспекту Мира, по проспекту Октябрьска. Мы продолжаем этот ремонт уже ямочный. Думаю, что с этим мы тоже справимся. Я признателен Рессе Дмитриевне за то, что мы вместе с Управлением образования подготовили школы к учебному году. И практически у нас не было ни одного треба, чтобы мы детей не провели в обновленные классы, обновленные школы. Это благодарность и руководителям школ, и нашим родителям, потому что без их помощи, без спор, нам было бы очень-очень сложно. Помните, дважды горела школа 31-я, на Очкалово и 1-й или 3-й Славастой. Можете сегодня посмотреть, она совершенно новая школа. Мы вложили туда больше 2 миллионов гривен и не жалели для того, чтобы она была на уровне тех подготовленных школ, которые необходимы.